Доброе утро! Сегодня мы приехали в очень интересное место. Чешский рай. Заповедную зону Чехии горно-лесного массива. После того, как мы прошли многозначительные поборы, за парковку 60 крон, за туалет десятку, за... Что еще с нас взяли? А, ну просто за проход в заповедник тоже с нас взяли деньги. Мы отправляемся на прогулку по живописнейшему маршруту Праховских скал Чешского рая. Пока мы видим только лесной массив и тропинку, уходящую в лес. Десять часов. Дядя Дэн уже бежит активно. Вот уже появились силуэты Праховских скал. Нравится вам с утречка гулять по горному местности? Так, продолжаем наш маршрут. Ух, дорога как ведет. Прикольно. Пройдите, мистер Дэн. Страшно вам? Сточку доставать, иначе не снять махи нормально. Блин, перестал фокусироваться. Прикольно же, уже началось. Какие стуканы каменные. Ух, какой подъем прикольный. Ё-моё, какие-то ступеньки под уклоном, проскальзывающие. Аккуратно, лучше. Прикол. Такая лестница. Аккуратнее, не задолбай, конечно. За ручку держись. Ой, Юля, ты там держишь, ты стучишь с утрен. Ты споскальзываешь, ты его держишь. Нормально держишь, чувствую сейчас по ступеньке. Такие корни. Та-а, да-а-а. Та-а, да-а-а. Та-а-а, да-а-а. Обрыв Все время нужно карабкаться то вниз, то вверх, так прикольно. Причем от Праги мы ехали вот один час до Праховских скал. Представляете, если бы в Москве были один час до Праховских скал, то надо все эти, блин, 15 миллионов жителей Москвы бы сейчас тут шашлык жарили, как в Бицепском парке. Что бы было с чешским заповедником. Вот он рай по-чешски. Я прям с ними согласна, действительно, рай. Здесь, наверное, еще где-нибудь озеро какое-нибудь есть. И вообще кайф. Полазил, поплавал. Красота-то какая. Как занязал, так и связали. Посмотрите, мистер Дэн пробирается там между скал. Страшно вам. Давайте, давайте. Топайте. Занимайтесь скалолазанием. Мистер Дэн, покоритель горных вершин. Пройдемте через горное ущелье. Вы куда, мистер Дэн? Посмотрите, мистер Дэн, покоритель горных вершин. Так, Юля пытается протиснуться сквозь страшные скалы. Да, тут надо бы втянуть животик, конечно. Каменное ущелье поглотило. Застрял Деда в рюкзак. Сейчас застрянешь и образуешь туристическую пробку. Тебя придется пропихивать. Смотрите, как страшно. Людям с клоустрофобией сюда лучше не соваться. Скалы и стуканы. Малочка. Что, стояли? Всех, всех. Только десять чехов оставляем. Такие стуканы огромные. Такие стуканы. Сказничок тут. Ой, как прохладненько там в этих ущельцах. Такие лазаньи пустые. Чувствую, что дробят нас ноги сведет. А туда куда? Да. Какой-то красивый. Пошли наверх. Поднимемся. Потом... Тупик. Мы пошли сходим. А там тоже зеленый. Это не развилка, нет? Ну, я-ка чуть-чуть тут прощемали. Ну, сейчас быстро тоже глянули в теле. Дэн меня бросил. И я пошла в какое-то страшное ущелье. А, это просто пещера такая. Небольшая. Ничего особенного. Обратно выходим. Дэн протиснулся. Я уже думала, они не протиснется. Вдали виднеются башни труски. А то буль结но. М色овое. Много мужик. Добрый. Много пищев. Добрый. Прекущий. Много пищев. А это добрый. Много пищев. Поехали. Поехали. Так, сейчас мы вам покажем опасный трюк, который, пожалуйста, ни в коем случае не повторяйте. Потому что мы вылезли за пределы тропы, чтобы показать вам об... Посмотрите, вот там мы шли внизу, да, под скалами. Чтобы показать вам масштабы Краховских скал и их величия. Давай я сяду, чтобы видно было. Сейчас тут только муторно очень пролай. Посмотрите, какие обрывы. Ой, у меня рука что-то рыбная. Это рыбная, хорошая. Что там? Я просто хочу туда. Дай тут сесть. Ты вот суселся и не даешь снимать. Не, не подхожу к краю. Не подхожу к краю. Иди отсюда. Иди отсюда. Вот так. Похоже на эти вот пики залезали. Пенисы. Иди отсюда. Фотограф National Geographic. Продолжает свою фотосъемку. Красота. Посмотрите, скала Человек. Или зверь какой-то. Как будто рот, нос и глаза. Ноздри прям четко глаза, ноздри рот. Прикол. Какие-то красивые, круглые нарезки. Вот и в этой скалы с другой стороны тоже лицо. Двуглавая скала с двумя лицами. Так мы все ущелья-то вот эти вот, которые с лестницей. Нет. Мы что, желтые не пошли? Какой-то там ущелье. Аккуратно. Боком, боком. Следующая наша остановка сегодняшней экскурсии. Крепость Троски. Крепость Троски. Башни которых уже виднеются вдалеке. Но почему-то, когда их только я снимаю, и здесь сразу вдалеке башни исчезают. Нет, все-таки виднеются. Мы на какой-то страшной лесной тропой сейчас пробираемся. Кто-то едет что ли? Мы не одни в этом. Быть какими горно-лесными массивами. Через 300 метров обязательно поверните направо. Ну что ж, мы на вершине. Град Троски. Троскиград. Так, можно и на правую башню, и на левую. Давайте, давайте, мистер Дэн, лазайте, лазайте. Хе-хе-хе. 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 Какая за окошечка. Ох, какая крепость-то. Хе-хе. Фобор походил лазить интересный. Говорят, не дают. Опять башню подъем. В башне очень кайфово, так прохладно. Просто вообще кайф. Я бы здесь третюсила бы. Ой, пекло-то. Кто-то сказал, что сегодня будет страшная гроза. Это weather forecast. Знаете, кто сегодня сказал? Да кто? Яндекс и всякие. Чтобы не строить проливной ливень, мы ничего не сможем. Яндекс обещал жару проливной ливень весь день. Крепость Кост отсюда видна. Ну вот, мы добрались и до второй башни. Такое окошечко. А там коровки пасутся. Что же там Нестер Дэнского? Давайте сейчас, простите, просто посмотреть с вашими глазами. Красиво, да. Да, в окошечке вторая башня видна. В этом что-то есть. Мы приехали к следующей остановке. Крепость Кост. Крепость Кост. В поисках следующего замка, чтобы заплутали среди каких-то интересных скал, лесных массивов. Да? Как интересно. Мутающая дорожка такая. Обязательно поверните направо. Какой-то одинокий дом, как в фильмах ужасов. Это не у Чешских райдеров? Дорога, похоже, стала еще меньше, блин. В одну полосу. То есть, в какой-то палаточный центр попали. Труселя какие-то все сушат тут. Вообще какая дорога. Это камень здесь. В Питер заезжаться интересно. Главное, что никто не ехал на встречу. Это очень страшно. Такой чаще. Чащобе. Прикольно. 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 Здесь в одностороннее, что ли, блин? Да, одностороннее, блин. Только как же они там сверху едут? Все так вот встречаешься, и что? Здравствуйте, говоришь. Будем надеяться, что мы ни с кем не спрятались. Пилить еще и пилить, блин. Да нет, показать 39 километров. По такой дороге, это дохера, блин. Грубая скала какая-то. Там уже вигвам у тебя на карте нарисован. Страшное ущелье. Страшное ущелье. Страшное ущелье. Страшная дорога. Мамочки, там прям обры. Вот. Таролотка. Мы приехали на вершину в замок Груба скала, которая находится в Грубой скале. Видишь, замок находится в Грубых скалах. Прям в Грубых скалах выбит. Где же Грубой? Туда сфотографировали. Вот этих монталон. Местер. Секи скалы с дырочками. Домики. Это не эти дробницкие светнички, на которые можно лазить. Че, что-то у меня ларек уже уколо все портится. Так было бы красиво. Блин, все равно ларек уколо портится. Там уже помывали. Там уже помывали. Там уже помывали. Там уже помывали. Очередной экшн-путь. Под Груба скальные. Под Груба скальные. Страшно вам? Мамочки. Они как будто сейчас замкнутся. Вот это я понимаю. Путь. Какой страх. Такая узенькая щель света. Так, если мы заблудимся, и GPS перестанет ловить. Ищите нас в Груба скале. Ооо, прикол. Тише, блин. Что с тобой? Динь. Что с тобой? Зачем ты падаешь? Ты это видела? Офигеть. Офигеть. Ё-моё. Тут бесконечные просто скалы. Как страшно. Нет. Даже камера не передает этого ужаса. Она не может передать этот просто скалы, которые уходят в никуда. Круто. 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 Куда идти? По лестнице, наверное. Явно же не просто в скалы. А вот туда тропинка очень соблазнительная. Может она тропинка сократит как-то? Не знаю. Смотри. Ужас. Они просто вообще огромные. Плиты. Смотрите, здесь плита как будто кафедра. Можно на неё встать так. Какие-то зыбучие пески. Пусть там нет хода. Какие вообще интересные выступы всякие. Каменные. Очень необычно. Ты уверен, что без снаряжения мы заберёмся сюда? Да. Такое ощущение, что на тот выступ я не заберусь. Такие какие-то скалы и в них такие прикольные рожицы. Они как будто сыр с плесь. Сыр с дырочками. Что? Уже кто-то срезал что-то? Вот. Вот. Сейчас посмотрим её. Замок. Просто вот Лиза находится. Сам-то он такой вроде маленький, неприметный замочек. Но вы видели, что у него подножья отвесные скалы. Поэтому называется груба скала. Просто вот такие рвы, уходящие вниз. И его стены вмонтированы в эту скалу. А дальше пойдёт трюк, который, пожалуйста, так никогда не делайте. Выход за пределы ограждения. Только специальные подготовленные люди могут такое осуществлять. Как мистер Дэн сейчас скажешь. Как мистер Дэн, например. Которому заказал Нэшнл Географик. Которому Нэшнл Географик заказал снимки грубой скалы. Пожалуйста, слабонервные, отсталые в развитии физическом. Дети, беременные и старики такие трюки не повторяют. Все остальные могут. Просто пропасть вниз. Тебе ж ни толкань, ни толкань. Не надо, Юля. Не надо. Слишком. Круто. Видишь как? Тебе. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...